Всем привет! С вами Ирина Маркелова, активная участница проекта Fallwork 2013 года. Нашему проекту в этом году исполнится 10 лет, 11 ноября. Сегодня мы разберем с вами, как работают маркетинговые программы. Здесь их две. Это благотворительная эстафета и благотворительный марафон. В благотворительной эстафете линейный маркетинг, в благотворительном марафоне бинарный маркетинг. В этом видео я буду рассказывать про благотворительную эстафету, которая была с самого начала проекта, то есть с 2011 года. Я зашла в него в 2013 году. Сумма просто была другая. Сейчас эта сумма немного повысилась и составляет она 100 долларов в год. Вот здесь, на главной сайта, вы можете посмотреть видео на 9 языках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да. 9 языков здесь. Как это работает? В основе развития международного благотворительного движения всем миром лежит принцип благотворительной эстафеты. Вот здесь вы можете на главной сайта нажать «Смотреть видеопрезентацию». Давайте рассмотрим, как это работает. Вы принимаете благотворительную эстафету. Регистрацию сначала проходите, в данном случае, по моей ссылочке, которая у меня, либо в профиле, либо под этим видео в YouTube. Далее активируйте свой кабинет. Либо пин-кодом, если у вашего наставника есть пин-код. Либо за 5 долларов. Далее. Оказывайте финансовую помощь 100 долларов один раз в год. И давайте разбираться. При этом часть средств 50% направляется в фонд помощи больным детям, где им покупаются тутеры, делаются различные операции. В общем, тратится на здоровье детей. Наш фонд www.ru. О нем я уже рассказывала в видео. Вторая часть средств направляется вышестоящим партнерам по структуре. Их 7 человек. 10 долларов – это получает ваш непосредственный наставник, по чьей ссылке вы зарегистрировались. И по 5 долларов получают люди со 2 по 6 уровень. И 15 долларов поступает на счет фондрайзера, находящегося на 7 уровне вашей партнерской структуры. Все переводы получаются одним кликом. То есть вы оказали финансовую помощь, и тут же платежный шлюз их распределил. Часть ушла в фонд, часть ушла в кошельки участников. Дальше вы передаете благотворительную эстафету другим людям. Запускаете цепную реакцию добрых дел. И ваши партнеры делают то же самое. Партнерский фондрайзинг приносит результат. Количество людей, которым вы можете передать эстафету, не ограничено. Чем больше участников регистрируются по вашим рекомендациям, тем активнее растет ваша партнерская структура. Вы снова и снова получаете денежные переводы, а вместе с тем все больше денежных средств направляется на благотворительность. Сейчас я зайду в Payr кошелек и покажу вам свои переводы. На моем балансе сейчас 95 долларов, которые я буду выводить. 35 из них я возьму, чтобы продлить место в марафоне, потому что места в марафоне надо обязательно продлевать каждые 3 месяца. Продлеваю я места заранее. У меня их 4 и не люблю тянуть до последнего. Остальные деньги я выведу. Вот моя история. Вот пришло 15 долларов, значит у кого-то я в сертификате на седьмом уровне. Пришел доллар, значит кто-то активировался, либо доллар пришел мне по марафону. По 5 долларов пришло, значит у кого-то я, вот видите, ежегодная финансовая помощь. Это уже пассивный доход. Люди оказывают ежегодную финансовую помощь, потому что это обязательно правилам системы. Ну, конечно, все добровольно, но если вы не окажете финансовую помощь ежегодную, вы свой адрес не сможете получать переводы. И 10 долларов, это личная финансовая помощь. Вот это пришлось за сегодня, 24 сентября. И день еще не закончился. Время только полтретьего. Делайте выводы, друзья. Моя реферальная ссылочка находится под видео. Всем пока-пока. Про ежегодное оказание финансовой помощи я рассказала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!